так поехали экран виден участникам так значит мы прошлый раз мы занимались сапом вот значит это у нас была уже ребята последняя значит это у нас была последняя работа с кукоксом сейчас вы поймете почему мы бы дальше с ним работали но увы и почему это не полу не получится вы поймете дальше и мы переходим потом сегодня на другую у нас среду разработки и ар это фирменная стандартная среда разработки для фирмы ст она имеет свои особенности и почему мы если не начали вы тоже сейчас поймете потому что на абсолютно голая пустая и без примеров и вот как быть с этим поэтому вот как что мы на ней можем сделать оказывается мы в этой среде можем сделать ребят исключительно те примеры которые нам дала фирма ст вот и фирма ст дала примеры очень маленькие слабенькие и в общем мало что можем взять в кукоксе получается мы с вами сделали все что хотели практически на сотом семейства значит она 429 мы увидим что на сотом семейства мы сможем сделать меньше и конкретно с дисплеем мы не сможем сделать ничего вот поэтому вот такие вот вещи и переход этот неизбежен если мы хотим работать с дисплеем вы увидите что мы сможем делать варе почему потому что фирма ст дает пример для яра для дисплея только под его под кококсис не дает это чужая разработка вот там яр три студии еще какая то есть у все написано 33 с ее участием и под ее микроконтроллером вот поэтому нам придется перейти на другую среду среду и вы увидите как там ограничены возможности они ограничены только тем примерами что до фирмы ст если писать самому по документации то это очень очень сложно и долго ну что сделать вот за это и платят деньги понимаете ну вот давайте начнем с этого значит у нас сейчас есть другой стенд ребята 2 то есть тот стенд как был он так и остается этот стенд для тех ребят то 100 семейства не доделал пусть заходит доделывают а у нас будет еще 2 компьютер тем вере которые находятся по другим адресам вот я весь этот адрес оставлю вам значит в этой самой в telegram нашей группе вот я сейчас покажу как происходят процессы что там вообще такое есть значит там тоже самое что и здесь там есть камера там есть значит компьютер с установленными всеми средами разработки ничего ставить не нужно все там более-менее налажено вот сегодня там были какие-то глюки первый раз мы там разобрались с этим вот и там еще были глюки с с этой с видимостью чтобы там не были сильные мелкие буквы тоже получилось вот сейчас уже на третьей паре все даже все вообще хорошо работает самого начала и так 614 подключаемся пароль для обоих значит стендов одинаковый он по с к с с к с вот и заходим на тот компьютер начнутом компьютере там стоит десятая винда и в десятом виде что хорошо есть тебя там есть такая функция как масштаб и там можно вот зайти вот устрою начать свойства системы именно вот масштабом там поменять этот масштаб значит можно сделать увеличенный вот 150 как раз нормально было все видно большие такие вау такие буквы суперовские но оказалось что там одна программа с этим масштабом не работает поэтому пришлось так это я тоже закрою все теперь у нас значит вот так выглядит рабочий стол на том втором значит стенде вот значит что там мы видим мы тут заходим камера камера у нас либо здесь либо камеру нас ребята вот здесь мы ее запускаем ну как обычно если двойная запуск камеры что ничего не видно вот мы видим что здесь вот крупным планом экран громаднейший на нашем контроллере на другом это контроллер видите здесь написано stm 32 f429 у нас там был f100 это 100 семейство слабенько а это 400 это как бы на голову выше чем-то там ну не знаю камень просто нафарширован колоссально надо на одной из лекций показать вот это устройство 429 сравните его с сотым а потом слабому от микрочипа с периферийным контроллером это будет космический корабль и велосипед он насчет к этому контроллеру подключен уже дисплей кстати с неплохим разрешением 320 240 для контроля это очень неплохо на нем быстродействия хватает достаточно для того чтобы показывать даже видеоролики вот там какой-то ну не mp4 конечно там высокой степени сжатия вот а там попроще вот учитывая разрешаемую способность 1080 всего 320 240 но маленький кран это выглядит вполне вполне пристойно вот что здесь еще есть на этой плате на этой плате есть как вот я здесь видно частично вот кнопка синяя как у нас была на 100 и кнопка черная сброс и у нас здесь есть видите такой интересный паучок в углу притаился это у нас значит наш этот гироскоп который позволяет чувствовать наклоны в принципе можно сделать программу которая зависимости от наклона этой платы там будет на экране рисовать шарик шин будет кататься туда-сюда понимаете да вот такой вот можно сделать проекте простой прикольный кроме того значит значит здесь что есть огромное количество ног посмотрите сколько здесь в два ряда расположенных контактов там у нас был один а здесь в 2 то здесь контроля по моему сумме 100 выводов 100 мужик если не больше вот поэтому но в два ряда но ребята почти все эти ножки подключены к дисплею у них еще подключены к внешней памяти там собрать на стороны а громадный такой микроконтроллер здоровенный вот но раза в четыре больше чем тот и рядышком с ним оперативная память под параллельное которое там с высокой скоростью доступа которая забирает много ног и у этого контроллера кню подключена там одна кнопка две лампочки потом там подключен тот датчик этот гироскоп огромный экран подключен для контроля вот огромный экран и плюс эта память в общем то много осталось свободных очень мало приз warnings к этому контролирую что что-то, какую-то кнопку дополнительную. Вы увидите, что там, наверное, таких ножек, где все-таки найдется, это хорошо. Вот такой вот у нас, значит, вид. То есть, прошивать этот микроконтроллер, тут же видите результат на экране. Я сделал максимально близко этот экран пристал, чтобы разглядеть, там были надписи, были видны, потому что на нем можно и писать, и рисовать. Поняли, да? Вот мы, значит, что у нас будет. Первое. Мы, как обычно, помигаем на этом микроконтроллере лампочками. Попробуем это сделать сначала в Кококсе. У нас это получится. Вот. Потом, значит, мы попробуем сделать то же самое в новой среде ER, чтобы обеспечить этот плавный, легкий переход. И потом мы уже в ER найдем пример для работы с этим дисплеем, потому что только в ER мы его и найдем. Оказывается, в интернете найти пример, который связывает этот контроллер точно с таким же дисплеем, его нету. Его вообще нет даже ни одного примера. Его сделала только фирма ST. И она нам любезно его предоставила, чтобы как вообще, что с этим делать? Да, железо есть описание. Представляете себе? У этого дисплея там, ну не знаю, под 50 ножек. Вот. И каждую ножку нужно правильно соединить с нашими контроллерами. И потом, что с этими ножками делать? Куда что подавать? Это же не просто high, low, не просто bit set и bit reset. Представляете? Тут нужно организовать поток данных, какие-то команды. Нужно разбираться с этим дисплеем, что он понимает. Как на нем поменять цвет, как на нем нарисовать точку, как на нем нарисовать что-то еще. Это вообще взрыв мозга. То есть, сделать это вручную самому, это просто нереально, если вот так вот разбираться по документации. То есть, речь о том, что вот если у нас нет операционной системы, которая все это делает, а контроль такой сложный, что к нему цепляется вот такое вот богатое оборудование, то специалист просто уйдет огромное количество времени, не понимаете? Поэтому будем использоваться готовыми уже наработанными решениями, которые фирма СТ предоставила. Вот. И посмотрим, что из этого будет получаться. Значит, итак, мы помигаем лампочки в Хококсе, помигаем лампочками в Ари и попробуем в Ари еще что-то написать. Ну, вот у нас будет конец этой пары. Значит, по сути, мы с вами сделаем две лабораторные работы. Одна, значит, мигание лампами на этом 429-м контроле, вторая там какие-то надписи, то есть, буквы и неподвижные и статичные картинки. Все. Потом у нас будет, это две лабораторные работы, потом будет третья лабораторная работа. По сути, это курсовой проект, где я вам покажу, как сделать анимацию и расскажу, как должен выключить, выглядеть курсовой проект. Это будет комбинация мигания лампочек с анимацией. И потом у нас будет 3-4 недели, где мы будем с вами просто встречаться и вы говорите, Сергей Борисович, тут это не получается на курсовом, тут какие-то отвечают на ваши вопросы, понимаете? И даже там что-то подсказывает. Если вопросов нет, подсказывать нечего, ну тогда все, сдавайте эти лабораторные работы, там все сами, в принципе, уже материал вычитан вам и вам останется просто на этих стендах делать курсовую, вот, который несложно, я вам нарисую, значит, там есть эти видео ваших предшественников, которые делали курсовой, посмотрите, как это у них работает, там все это есть объяснение, вот поэтому никаких особых там ко мне преткновения не будет, ничего там не нужно будет мучиться, искать там безумно и так далее, вот, значит, вот такой у нас вид, значит, вид, мы камеру эту нашу что делаем, опускаем и запускаем наш старый кококс, и в этом кококсе мы будем, значит, делать уже с этим контроллером мигание лампочек, вот давайте сейчас посмотрим, как это, сейчас он запустится так, поехали, значит, проект, новый проект это у нас будет LED, LED, такой есть, один есть, два есть, три нету, так, и вот здесь вот уже сразу будут изменения, да, мы выбираем чип, но чип другой, фирма у нас та же, но у нас, ну, третий контроллер, у нас есть какой, у нас есть 4x, это там какой-то такой, где-то рядом, а есть именно точно 429, видите, выберем 429, и наш контроллер называется ZE, и это, ребята, то же самое написано здесь на самом оплате, видите, STM32F429E, ну, а на самом контроллере написано еще буква Z, Discovery, значит, вот это у нас что, это у нас, так, еще он не пишет, так, ага, это NG не подходит, а вот он сейчас, вот, NE, ну, у нас, короче, он самый последний, вот он, видите, ZE, выбираем ZE, Finish, и вдруг мы видим, что, а где же наше GPO, нет этих GPO, но вместо этого есть что, есть библиотека от Kube Library, значит, Kube Library, это специальная библиотека, которая позволяет автоматически создавать конфигурационный файл, где правильно сконфигурирует наши периферии, то есть, ребята, уже на контроле 400 семейства периферия такая сложная, что вот просто делать ее по, значит, по, значит, документации еще тяжелее несколько раз, чем 100, 100, 100 там еще как-то было понятно, да, мы примерно разобрались, как хоть немножко, то здесь еще страшнее в несколько раз, поэтому есть готовая библиотека, которая другая, там много есть примеров, жмем здесь галочку, и нам нужен что? Нам нужен пример, который у нас работает с GPO, значит, эта библиотека, она, ребята, подключает вообще все, то есть, она подключает и, значит, у нас и АЦП, видите, ADC, и Canon подключает у нас и какой-то крипту, и контрольные суммы, и ЦАП подключает, а там еще DMA, в общем, все-все на свете, в том числе она подключает то, что нужно нам, GPO просто и GPO какой-то external, вот, значит, вот в том числе у нас должно быть по работе с лампочкой должны быть какие-то у нас примеры, примеров много, 40 ты пример, но все вот эти варианты, которые здесь подключены, давайте посмотрим, какие здесь примеры, ну, у нас должны быть какие-то примеры, что-то типа блинка, да, вот мы должны найти такое, так, триггеры, значит, куча АЦП, КАНов, ЦАПов, так, это нам не надо, то есть много примеров он дает, так, нам нужно пример, вот, и от тот же, видите, вот он, от тот же, этот пример описывает, как сконфигурировать и использовать GPO, сейчас, GPO со стм32 f4 xx, хорошо, добавляем его, да, значит, заходим в наш main, кстати, где этот наш main, видите, так много библиотек, вот он, example, и даже, ребята, в example еще тоже заголовочные файлы добавляются, значит, есть у нас mainh, даже не mainc, нет, вот у нас есть mainc, где понятно, что сюда добавляется тот же, example, заходим в наш тот же, example, вот, но так как у нас, нам нужно что, во-первых, что он делает, так, значит, у нас инициализируются системные, значит, эти, системный дактовый генератор, значит, тех библиотек, которые у нас там было несколько штук вначале, уже нет, но просто есть mainh, а, наверное, внутри mainh эти библиотеки все и подключены, давайте посмотрим, вот он наш mainh, ага, и тут подключена только халл библиотека, как видим, какой здесь уровень программирования, кто помнит, какие у нас три уровня программирования есть? Обращение с регистрами, SPL и HAL. Правильно, обращение с регистрами, CMC, с той скорой ядро, ядро, мы работаем седром, SPL это у нас стандартная библиотека, и HAL, Hardware Abstract Library, ну, я как-то HAL эту аббревиатуру иногда еще по-другому называют, но это вот самый верхний уровень, то есть здесь у нас будет у нас минимум кода, и более, наиболее понятно, почти как в Ардуино, вот вы сейчас увидите. Хорошо, давайте посмотрим, как это реализовано здесь. Значит, здесь шикарные эти самые комментарии, все описано предельно, понятно, вот, и здесь что? Значит, здесь, получается, ноги инициализируются, ребята, так же, как у нас инициализируются в SPL, то есть за несколько строк тоже указан какой-то у нас там порт, кстати, где у нас этот порт, я пока вижу только ноги, а, вот порт, порт G у нас указан, и ноги 6, 7, 10 и 12. Заглянем на нашу плату и посмотрим, какие ноги на нашей плате, кто мне скажет, что здесь написано, какие ноги, видно вам, ребята? 13 и 14. Правильно, то есть порт G, 14 и 13. Ноги 14 и 13. Значит, нам мы должны там что? Мы там должны исправить, исправить, здесь что у нас, порт G правильно, но ножки у нас другие. Значит, мы удаляем эти первые две ножки, которые нам не нужны, и здесь пишем 13 и 14. 13 и 14. Так, исправили. Дальше, собственно, у нас идет этот перебор. Значит, тот же лпин, это не битсет, не битрезет, а это переворот. То, что было нулем, станет единицей, и наоборот. Значит, мы и диле, посмотрите, диле такой же, как в Ардуино, только хал. Значит, везде, где есть приставка хал, это, значит, уровень программирования хал. Без хала, если просто диле, это тогда уровень программирования SPL, понимаете? А если такой обычный счетчик стоит, то это уже, считайте, почти как CMC, то есть уровень ядра с регистрами. Значит, это мы удаляем 4, остаются эти две, меняем здесь номер на 13 и номер меняем на 14. Ну, вот и все. По сути, все. Дальше все эти остальные, значит, функции, они вызывались там сверху. Вот, поехали. Значит, как обычно, компилируем, сейчас посмотрим, есть ли у нас ошибки. Там что-то не применяется нигде, ну и бог с ней. Так, что-то она тут думает, задумывалась. Ага, все, прошло нормально. И теперь мы должны зашить. И у нас наши светодиодики будут перемигиваться, то один, то второй, то один, то второй. Включаем нашу камеру и смотрим. Вот они у нас мигают по очереди, видите? Значит, видите, задержка у нас такая же, 100, это 10 раз в секунду, правильно? Вот. А если мы поставим 1000, как в Ардуино, оно будет мигать точно так же, как в Ардуино. Одна секунда туда, одна секунда сюда. То есть, все у нас здоровски получилось и с Кококсом тоже. Вот. Но. А как нам быть с дисплеем? Понятно, что с дисплеем так не получится. Вот. Где там это все брать? Давайте посмотрим, что есть с дисплеем здесь и можно ли это сделать. Значит, мы запускаем проект, новый проект. Пишем LCD. Так, уже такое есть. Единичного нет. Может быть, здесь оно заработает. Кстати, у нас не получилось, но там по другой причине. Интересно посмотреть, может здесь у нас получится. 429. И здесь мы выбираем последний из него. Вот. Финиш. Выбираем нашу Куба Лагри. И там у нас 43 примера каких-то есть таких вот крутых. И сейчас мы на них посмотрим, есть ли у нас там какой-то пример с дисплеем. Значит, L-дисплей это LCD или LTDC. Вот у нас, видите, LTDC. У нас есть LTDC цветные клавиши. Пример для первого уровня, пример для двух уровней. Два layers. Вот давайте посмотрим, что такое цветные клавиши. Во-первых, нужно поставить задачу. А что мы должны уметь делать на дисплее? Сергей Борисович, извините, что перебиваю. А вы начали запить, да? Ёлки-палки. Не, идиот. Я не забыл. Я не забыл. Есть. Хорошо. Не волнуйтесь, есть предыдущая работа тоже там. Так что все нормально. А что нам надо? Нам надо, ребята, на дисплее изобразить все, что мы хотим. То есть буквы мы должны уметь написать. И всякие там графические примитивы. То есть треугольники, окружности, заполненные, незаполненные. Ну, мы должны уметь там домик нарисовать или кораблик там нарисовать. Мордочку нарисовать, мышку нарисовать. Вот такое. То есть на дисплее мы должны нарисовать все. Мы должны найти пример, где можно и писать, и рисовать. И в этих примерах, значит, ну давайте посмотрим, там есть это или нет. Ну вот давайте эти цветные, эти самые стрелки, добавим в наш проект, и просто попытаемся его, посмотрите, что оно там вообще, оно вот компилируется, ага. Так, не работает, окей, хорошо, так, тогда, значит, пример не фурычит. Так, давайте по этот экземпл попробуем там удалить вообще все. Можно тут удалить? Да, delete, удалить, да, окей. И выберем другой пример. В MainC мы тогда должны, подождите, там остались от примера эти самые эрудименты, тоже удалим. Вот, и тогда мы возьмем LTDC другой, значит, пример для первого уровня. Так, окей. Ребята, оно может не подойти, потому что это пример для дисплея, во-первых, непонятно какого, он может не совпадать с нашей платой, вы поймите, это, это, тут даже не написано 429ZE, это вообще через эти контроллеры, их там видели, 429 их там по буквам очень много. Ну, хорошо, поехали, давайте попробуем этот контроллеры, вдруг пойдет. Fatal error, 429, нет файла 9. Короче, вот, видите, уже все. На CocoCox, хотя хорошая такая вещь, но мы сделать ничего не можем. То есть, есть какие-то примеры, которые не стыкуются с этим делом. Значит, CocoCox придется нам, ребята, мы на нем можем только помигать лампочками, а то, что нам надо, не удается. Ой, я вышел, сейчас еще раз пойду. Сергей Борисович, можно вопрос? Да, говорите. А получается, мы не успеем провести пару с GlobalLogic? Успеем, успеем, ребята, смотрите. Смотрите, да, рассказываю про GlobalLogic. Завтра у нас лекция на второй паре. И в группе, там, где я с GlobalLogic общаюсь, значит, руководитель была очень рада, посмотрев нашу первую лекцию неделю назад, как мы там все это, там, я вам там показывал, как вы задавали вопросы, все, там они довольны. Вот. Значит, и завтра мы будем продолжать. Вот. И она задала вопрос, значит, специалистам, ну, вы можете завтра подойти или нет? Они пока молчат. То есть, если они придут, ну, слава богу, мы там будем спрашивать самые глупые вопросы для нас, но нам не важно, как мы выглядим, понимаете, главное, ну, нам научиться. Все-таки это люди профессионалы, они там знают больше и вас, и чем я, и чем вы. Вот. Поэтому тут задавать не стыдно все, что угодно. И я там могу выглядеть тоже, не знающим, на их фоне, безусловно. Вот. То тогда мы из них вытащим все по максимуму. То есть, что они хотят, этот стенд, и там, насколько подойдет ли им этот блинк для мобильного телефона. Если нет, то мы с Android Studio там инсталируем, ну, завтра, может быть, и нет, но посмотрим. Может, они нам что-то там расскажут, как, чтобы они хотели видеть. Короче, вот будет какая-то беседа. Как она будет происходить, я даже сам не знаю. Они пока не ответили. То есть, если не придут, будет здорово. Не придут, не страшно. Значит, все равно завтра все ребята, значит, подали желание, ребята из 195-й, 104-й группы. Значит, мы завтра, я попробую с вами вместе попробовать передать уже эти данные, допустим, через scan-интерфейс, допустим, освещенности. Принят там, изобразить в виде какого-то числа. И если у нас это получится сделать все нормально, потом мы еще попробуем передать в обратную сторону. То есть, у нас пока передача от Ардуино до ESP-шки. Попробовать в обратную сторону, как это сделать, чтобы оно передавалось. Дай бог, если то у нас все успеем, мы за эту пару. То есть, если людей не будут, наших специалистов в глобал-ложиях, тогда я начну там по третьей паре, по лекции там немножко расскажу, и мы потом будем работать с этим стендом, пока мы там до конца лекции, понимаете. Да, нам нужна одна лекция, ребята, именно пройтись по вопросам по этой самой, по модулю. Значит, если там вдруг появится глобал-ложия, то я просто сниму отдельное видео, посвященное вопросам по модулю, чтобы у вас не, чтобы вы не были в сильном стрессе. Значит, и тогда после этого мы с вами вот это сделаем, это сами продвинемся в направлении. Если вот дальше третья пара, если это да, значит, на следующей неделе, то мы с вами будем уже стыковать ESP-шку с мобильным телефоном. Вот, и в конечном итоге мы получим так, что мы на мобильном телефоне что-то нажали, информация с мобилы передалась на ESP-шку, с ESP-шка через Канн на Ардуино и зажгла на нем лампочку. И наоборот, значит, датчик освещенности с ESP-шки через Канн передался на ESP-шку, с нее на мобильный телефон, и мы на мобильном телефоне видим такая-то освещенность. Вот считайте, что это в очень примитивном виде проект «То, что хочет глобал-ложик» мы сделали. Потом у нас остается время. Что мы можем делать? Мы потом можем сделать, по крайней мере, там, смогут они приходить или не смогут, но я их там буду пытать, как научите нас, пожалуйста, как с мобильного телефона по Wi-Fi передавать данные, допустим, на ESP. Пусть они нам расскажут, как в Android Studio сделать передачи под Wi-Fi. Значит, это то, что как раз им надо. Если еще останется время, то мы еще можем Ардуинку первую заменить на ESP-шку, на ESP-шку, на STM32. А в STM32 есть такой STM как раз вот эта вот STM, вот эта вот она, которая позволяет работать с КАН-интерфейсом. То есть он встроенный в нее и средствами вот QQBDE, средствами разработки STM32, а они хотят специалистов, чтобы было именно по STM32 и по КАН-интерфейсу. Мы сложим, ребята, с вами вот как раз приблизиться. Если это мы успеем там до конца сессии, ну чудесно, мы сделаем почти все, что они хотели. Они, конечно, хотели еще Raspberry, но потом этот специалист, ну, потом не приходил больше. И если станется время, мы можем заменить ESP-шку на Raspberry и в питоне там что-то написать. То есть они очень просили знания по Linux и по всему остальному. То есть вот у нас примерно такие планы. А завтра как будет, будет ли кто-то из них? Пока молчат, пока тишина. Может придут, а может нет, неизвестно. В любом случае, даже с ними не придут, мы все равно с вами работаем с этим стендом. Все ребята, которые дали согласие, вы дальше, чем третья лабораторная работа, не делайте ничего. Значит, я вам покажу как, а потом вы будете заходить на этот стенд и, значит, это все делать самостоятельно. По аналогии, как вы делаете лабораторную работу, записывать мне и показывать все это дело. Нас там сколько, 4-5 человек, я отдельно, спокойно все могу посмотреть. Еще вопросы у вас. Так, в принципе, понятно, да, по глобалогику? Да. Вот у нас такие вот, ну, я же не могу их заставить там прийти, вы понимаете? Они, ну, как бы у них, они проявили инициативу, что им нужны специалисты. Хорошо, мы для вас все сделаем. Да, они люди занятые, там, обрала, как всегда, я понимаю. Я считаю, что они наверняка когда-то появятся, они не могут не появиться. Если не завтра, то в следующей неделе обязательно, потому что им нужны результаты. И, значит, фирме нужен как отчет о том, что они проводили с институтом МПУ совместную работу. В частности, они просили от меня, чтобы вот эта совместная работа была там в соцсети института и, значит, там на, где-то на сайте института. Вот, в соцсети сказали, что вы выложили или выложат, а вот на сайте там как-то там, там посложнее с этим. Ну, вроде бы тоже сделают. То есть, они заинтересованы в том, чтобы эта работа была видна. Вот видео, понимаете, вот фотографии, вот четыре человека, вот все вот это, вот наша фирма ТРПР, там, поняли, да? То есть, они не пропадут, вот, и люди нужны. То есть, вы не зря там потратите на это время, может быть, кого-то они из вас возьмут на работу. Вот, то есть, пока вот все идет хорошо. Просто специалисты заняты, действительно им тяжело. Ну, я не знаю, там, платят им что-то или нет, но, представляете, отрываться от работы с какими-то там школьниками, ну, со студентами, там, там, какие-то часы или полтора часа, там, заниматься вот этими делами. Кто это хочет особенно, это мне, как преподавателю, я, они же не обязаны, вот. Но, в общем, пока вот инициатива идет от руководства. Там уже, как все это сложится, будем видеть, вот. Сложится, конечно, конечно, там все сделаем, в любом случае. Вот, еще вопросы какие-то, другие, может быть, есть вопросы. По чем-то еще. Так, пока все хорошо, да? Ну, вот, значит, ребята, значит, вот у нас, значит, такой дисплей. Мы поняли, что уже все кранты. Значит, видите, вот тут какие красивые домики рисовали ребята из предыдущих, там, значит, этих... Ой, групп. Сейчас можно... Вот, видите, такое вот Зенникова Олеся, вот девочка рисовала. Вот еще такое вот, значит, Волошина Добровольская. Вот, рисовали. Что у нас тут еще есть? Ой, не надо. Просто белый экран какой-то, ну, пустой. Вот, в общем, там проявляли эти чудеса, там, художественную фантазию. Вот, и вы тоже будете делать это третья лабораторная работа перед, значит, курсовым, как раз вот такой вот. Так, значит, мы тогда с вами что? Мы сейчас с вами загрузим профессиональную среду разработки, которая называется ER. Так, где она тут, здесь у меня, вот она. ER Embed. Ну, Embed, вы знаете, это англоязычное название SKR, специализированных компьютерных систем, то есть встроенные системы. Итак, мы открыли наши TTR, и что мы видим? Ничего, абсолютно все пусто. Вот, нет никаких примеров, и вообще, и что? Ну, хорошо, давайте вот этот проект начнем, и проект, если мы открыть новый проект, то здесь мы выбираем, там, допустим, SXE, main, ok, вот, там, выберем какой-то файл, документы, там, допустим, 1, 2, 3, потом же нужно выбрать, потом, ну, вот мы что-то сделали. Вот у нас, значит, какой-то образовался проект. А где же выбор процессора? Значит, выбор процессора где-то там еще, в другом месте, это все нужно правильно выбрать. Кстати, ребята, в этом плане есть такое видео, я вам там закидывал в группу, посмотрите, пожалуйста, там такая девочка, пташка, она там как раз вот очень подробно именно по ИАРу рассказывает. Вот, поэтому, кто не смотрел, гляньте, там вот все это описано. В общем, сделать проект с нуля в ИАРе невероятно трудно. Это небо и земля под синистом коксом, потому что нет примеров, вот это нет этого мастера инициализации, который проводит через выбор контроллера и всего остального, вот, это там застрелится. Я могу вам включить, сейчас 5 минут посмотрите, хотите или не нужно. Я смотрел. Вы смотрели, да? Ну, в общем, так это... Мне тоже. Да, это так, это даже, я бы сказал, чересчур, понимаете? Вот, поэтому, естественно, грузит таким мужеством, я вас не собираюсь. Вот, я должен вас провести путем наиболее таким легким и понятно. Значит, для этого, значит, фирма ЭСТ, она вместе с СИАРом, она давно уже вела такую вот систему, которая называется кодогенератор. Это система, которая внутри нее уже инжектирована, имплантирована внутрь вся документация на все типы контроллеров и не только контроллеры, а еще и платы, которые она собирает, эта фирма ЭСТ. И вы можете, просто указав на какую ножку, что там вход-выход или так далее, вот, она формирует потом этот файл, значит, эту протянку длинную, этот main C, где все это инициализируется, связано правильно со всеми библиотеками, все как надо для данной платы. Конечно, там файл пустой, то есть программа пустая, она ничем не мигает, ни лампочками, ничем, но, по крайней мере, после этого можно уже записать программу, понимаете? Можно искать по сишным функциям, по хедерным функциям, как называются функции здесь в Ари, в ее библиотеках, и вы, выдирая эти функции, написать, допустим, помигать нашими лампочками, чем мы сейчас и займемся. А потом, если мы успеем, мы еще и займемся, там что-то попишем на дисплее, найдем, где есть пример для дисплея, потому что написать с нуля дисплей, это вообще невозможно, вот, вы сейчас поймете. Итак, значит, к ИАРу есть специальная программа, которая позволяет в ИАР вставить этот, значит, готовый проект, который там, значит, собирается просто из набора рисунков. Сейчас вы увидите, как это делается. Значит, эта программа называется она КубМХ, вот она. Значит, КубМХ-то начиналась еще с самых простых и старых, которые там буквально наформировала, там только с GPO работала, и в лучшем случае с АЦП, и даже сейчас смотреть их старые, эти проекты, даже, вы знаете, как-то смешно и жалко, вот. Но они там пытались, 20 лет они все это писали. В конечном итоге они объединили этот КубМХ вместе с АРом и сделали программу Куб ИДЕ, и все это вместе сделано. Через 20 лет они сделали мечту, бесплатную среду разработки, где все это вместе собрано. Вот, жмем New Project, там он что-то там будет спрашивать, не обращайте внимания на это дело, идите дальше. Вот, и оно нам должно, ага, вот здесь вот этот масштаб в Windows 10, вот он, получается, не отображается. Значит, пусть это вас не пугает, вы масштаб нужно сделать чуть-чуть поменьше, не 150%, а 125%. Вот, и тогда это все изобразится. Так, у него новый проект, будет чуть-чуть меньше, но зато оно поместится. Вот, видите, то есть здесь сильно много информации, но чувствую, что они влезают, поэтому. Вот, и здесь, видите, значит, контроллеров очень много. Вот они здесь все есть. Тут найти наш, это же голый контроллер. А как быть с дисплеем? Ведь нам нужно не контроллера найти, а вот эту связку контроллера с этим дисплеем. Значит, чистый голый контроллер, ребята, нам не подходит. Нам нужно выбирать вот селектор, то есть выбор платы. Значит, наша плата, смотрим на нее, как она называется. Она называется Stem32, 429 и Disco. Хорошо, давайте среди этих здесь искать. Значит, у нас StemMicroelectronics, Discovery, вот, и где наша же эта плата? А плата должна быть, так, не понимаю, почему она не ставит галочку, ага, Discovery. И выбираем здесь. Значит, 429, видите, и Discovery. Дальше, вот, видите, там 700 и какие-то сумасшедшие, вот, Discovery. Вот она одна, как раз вот она одна и есть. Похожа на нашу плату видом? Конечно, это она же, только здесь кусочек виден, главное дисплей и две лампочки. Все остальное я обрезал, ну, максимально приблизить. Вот, вот этот кусок программатора мы не видим. Выбираем эту плату, инициализируем по умолчанию. Вот, и сейчас мы увидим, вот она, видите, какой здесь громадный, ребята, контроллер. Просто огромный, больше, чем станок. Значит, здесь все ноги почти у него заняты. Дисплеем, там еще есть память внешняя с параллельной записью. Значит, дисплей занимает штук 30 ног, память занимает штук 20 ног. Там еще все эти кнопка, значит, две лампочки. Еще этот, значит, тачскрин еще занимает многие. Потом еще занимает многие этот гироскоп. В общем, только серые ножки, это пустые ножки, которые можно еще что-то дополнительно к этому набору подключить. То есть, ну, тут очень мало. Ну, десяток, может быть, и все, не больше. Вот, на самом деле все ноги почти заняты, контроллер мало что можно подключить. То есть, это вот видно по ногам. Слева у нас получается перечень всей внутренней периферии. Вот они так и называются, периферал, то есть, периферийные. Но на кристалле, конечно, внутренняя периферия. Ну, какая у нас внутренняя периферия? Отцепая, видите, появился КАН. Не было сотового семейства КАН. Это как раз то, что мы с Global Logic изучаем. И, кстати, обратите внимание, оба КАНа, и первый, и второй, ноги, через которые он работает, они уже использованы чем-то другим. Они заняты ножками, которые работают с памятью или с дисплеем. То есть, вот эта плата, этот контроль, который здесь есть, он может с КАНом работать, но его ноги заняты. То есть, нужно на плате буквально отпаивать эти ножки, чтобы отрезать его, эти ножки, освободить вот как чего-то там, и тогда можно с КАНом работать. Дальше у нас что? 2 и 2С у нас тоже работать не будут, но I2C 3 будет работать. Что у нас там еще? LTDC, некий вот дисплей, который здесь вот он свободен. SPI 2, SPI 6 отключен, SPI 4, 5, 3, они полностью свободны. Значит, крестик – это все ноги на данной периферии внутреннюю, все заняты. Ну, что значит все ноги? Допустим, SPI содержит три ножки, ребята. Вход, выход и тактовый. Если все три ноги заняты, значит красный крестик. А если у нас вместо красного крестика воскательный знак, то часть ног заняты, а часть нет. Ну, к примеру, там у нас на DC1, видите, желтый воскательный знак. Давайте его откроем и посмотрим. Значит, ADC1 может быть подключено к 16 ножкам. Мы видим, что из них почти все красным заняты чем-то другим. Вот. Здесь вот написано, что он, видите, конфликт. Вот, например, EN4 конфликтует с чем? К нему подключен дисплей, оказывается, к этой ножке. А вот к этой ножке EN3 тоже дисплей. А здесь уже какой-то GPO-X2. По всей видимости, это внешнее прерывание, скорее всего, это, ребята, тачскрин. Дальше у нас что еще? Вот. EXT1. Тоже EXT0. Вот мы видим, с чем они конфликтуют. Дисплей. Это просто... Вот есть просто какой-то GPO-выход. По всей видимости, ну что это может быть? Может быть, это лампочка наша. Потом опять дисплей. Адрес 12. Это вот он конфликтует с ногой, которая работает с памятью. Если перевернуть вот эту плату, которая на камере видна, то на обратной стороне такой огромадный чип, который в 4 раза больше, чем у нас этот чип был на сотом семействе. И рядом с ним тоже такой жук при... Ну такой приличный, ног на 40, понимаете? Вот эти ноги, как раз они тоже сюда подключены. Что здесь еще? С кем конфликтует? Смотрим. Так, ага, вот. Тоже какой-то выход. Не знаю почему. Тоже выход, тоже выход. Ну вот эти выходы, может быть, можно как-то ценить. Не знаю. Но к АЦП-1 все-таки можно подключиться. Но к какой ножке? К пятой и к тринадцатой. Все-таки к двум ногам подключиться можно. То есть поставить сюда два переменных сопротивления или там датчик освещенности, снимать с них показания, возможно. Только с двух ног и с 15. То есть вот так вот можно расшифровывать, что осталось на этой плате. Ну что теперь? Смотрите, вот у нас, значит, у нас эти две лампочки. Давайте мы их найдем. Значит, две лампочки, они у нас подключены к порту G13 и порт G14. Значит, к сожалению, вот эти ноги, они разбросаны как попало по нему. И поэтому тут нет такого, чтобы у нас шел, допустим, ПА вот так вот ровненько, после него ПБ, они ничего подобного. Какой-то кусок ПА, потом идет ПЦ, три штуки, потом идет опять пять штук, уже ПЖ. Потом идет П две штуки там, да елки-палки. Д пятнадцатых, потом идет подряд тоже Д, потом начинается Б, в общем, как угодно. Значит, найти наши, где у нас наши ПЖ13 и ПЖ14 не так-то легко. То есть нужно буквально смотреть все. Но я уже знаю, где они, вот тут наверху, видите. Вот если я возьму тут увеличу, вот, то вот нас это, в принципе, видно. Вот ПЖ14 и ПЖ13. Они уже забиты, и более, почему? Потому что у нас, ребята, известна вся плата. Идет плата силиком, поэтому все уже описано. Представляете, вот какой труд нам, вот если нет этого описания для всей платы, значит мы знаем, какой у нас контроль. Да, знаем. Мы знаем, какой у нас дисплей. Значит, можно посмотреть, какой у нас там дисплей. Давайте попробуем посмотреть. Значит, тут вот написано HSD84 или B418 или 1B, не знаю, тире А5. Значит, мы должны, если вот у нас этого нет примера, мы должны найти, пишем Google там, там, STM32429ZE и дисплей там, такой-то, такой-то пробел и слово русское там, пример, или там, как оно называется, пример, по-английски, я уже example, по-английски. И у нас там, типа, должно высветиться там куча вариантов, что люди уже этот контроллер подсоединяли к этому дисплею, и там все, ни одного примера найти невозможно, их нет, понимаете? Поэтому вот фирма ST, которая сделала эту плату, она, конечно, там инженеры поработали, один раз настроили там эти почти 100 ножек, какую на вход, какую на выход, от какого-то альтернативного хода, какую-то к альтернативному выходу, сколько там, 50 МГц там, где out, in и прочие там, in-floating, то, что мы с вами делали, понимаете? Все это написали, вот. И написали, и не только это, значит, они еще написали, даже написали в библиотеку, как на этот дисплей выводить все это. В общем, это огромный труд, который мы сами сделать не можем. То есть, должна быть, как у быевой приборки, фреймворк некоторый. Там задаем какие-то параметры, он сам все знает, все рисует. Ну, вот давайте посмотрим LD3, LD4. Значит, у нас вот она ПЖ-14, ПЖ-13. Как, если мы хотим поменять что-то? Да, можно поменять. Значит, нажимаете на ножку, и здесь есть выбор. Output, Input, и там другие. Usert, видите, SPI. Что у нас еще? Аналоговый вход. Потом еще внешнее 14-ое прерывание. В общем, куча всего на этой ножке можно поменять. Но здесь уже правильно поставлено, что это обычный выход на обычную лампочку. То же самое у нас с 13-ой ногой. Точно так же Output. Вот, поняли, да? Значит, можно пострелить по всем другим ногам. Что такое ПЖ-15? Это вот SDN CAS какой-то. Значит, CAS, я помню, это для оперативной памяти. Значит, эта ножка работает с оперативной памятью, с микросхемой, которая там на нее впаяна, на эту плату. Но есть серенькие ножки. Смотрите, вот серенькая ножка, она вот вообще пустая. Мы на нее можем навесить, что хотим. АЦП ДАК есть? Да, есть ДАК. Но ДАК какой? Выход. Внешнее прерывание. Точнее, внешнее прерывание для входа в ДАК. Есть ли вход-выход GPO? Да, есть. Аналоговый есть? Да, есть. Есть ли тут АЦП? Нету АЦП. А ну, Д7 посмотрим. Тыр-тыр-тыр. Значит, у нас АЦП, смотрите, ребята, Н5. А где это Н5? Будем, надо искать. Хорошо. ПД5. Юсер здесь есть, можно UART подключить. И GPO аналог. Вот, аналог, наверное, вот этот аналог можно подключить к АЦП. То есть, какие-то ноги можно подключить и к компьютеру, к консоли. Можно подключить и, значит, и ко входу, к АЦП. Может быть, мы найдем еще и по ДАКу. Вот давайте посмотрим. А цифра аналога преобразователь это ДАК. Он здесь должен быть. Он у нас свободен или вообще все занято... Он вообще здесь есть? Здесь как? Здесь по алфавиту. Значит, А, Б, С, Д, С, Д. Есть ДАК? Смотрите, ребята, ДАК есть. Значит, один канал ДАКа красный, а второй, оказывается, можно использовать. То есть, нажать сюда галочку, поставить, и все-таки хотя бы один канал из двух у нас будет работать. Так, вот так вот в этом здесь очень просто все ставится. А код создается нажатием просто на одну кнопку. Вот если вот сюда вот нажать, вот он здесь, видите, генерирование исходного кода базировано на этих установках. То он будет сформулированной портянкой. Но перед этим давайте задаем еще, здесь есть несколько вкладочек, которые интересно посмотреть, а что там. Значит, есть конфигурация тактирования. Вот видите, здесь какие-то сумасшедшие частоты стоят по 180 МГц на каждую, значит, внутреннюю периферию. Можно это все дело одним нажатием ЕС исправить, частота понизится, и все у нас будет хорошо. Значит, это вот у нас сердце, которое у нас, тактирование, которое у нас было, значит, в Кококсе, называлось оно RCC. И не было понятно, зачем нам для RCC там какую-то отдельную библиотеку. А вот зачем. Видите, сколько всего в RCC там тут регулируется. Значит, здесь у нас есть один кварц, этот кварц идет, делится на 4, умножается на 72, или на другое число, опять делится на 2, на 3, что угодно. Короче, этих делений очень много, и везде вот разные частоты. В данном случае 25 МГц до 72, видите. Если 48 и 36, зачем так сделано? Чем ниже частота, тем ниже потребление. А нам нужно думать и об этом тоже. Вот, поэтому переключая вот эти переключатели, мы это все создаем. Потом на основе этих переключателей создается файл инициализации, где в текстовом виде все это описано согласно библиотеке HAL. Потом HAL апеллируется в бинарный код, и все это шьется в контроллере, все у нас шикарно получается. То есть вот такая вот графическая, значит, у нас интерфейс шикарный, который потом приблизуется в этот бинарный код. Есть у нас также конфигурация, где мы можем не по пинам, здесь вот по пинам все делается, а можно по каждой, значит, нашей внутренней периферии. Можно в нее зайти, вот та, что осталась, свободная. Вот у нас остались GPU какая-то, и можно зайти и посмотреть. Ножки, которые остались свободными, видите, значит, вот они. И можно посмотреть, вот, что на них можно прицепить. Уже тут расписано более тонко, значит, что мы здесь еще можем посмотреть. UART, допустим, скорость установить и все остальное. То, чего нет здесь, здесь поставить это нельзя. То есть настройка каждого, LTDC, вот у нас, видите, дисплей. Значит, синхронизация 10 пикселей, 20, значит, ширина 240, 320. То есть вроде бы это тот дисплей, который нам нужен. Вот, может быть, тоже оно там, видите, вот все это по дисплею здесь есть. В общем, все блоки, которые там есть, можно по ним тут что-то еще тонко настроить. И последняя вкладочка, это калькулятор потребления тока. Очень важно посмотреть, если у нас устроится все-таки батарейный или это аккумулятор, посмотреть, ага, если мы этот блок включим, то как у нас он будет потреблять, ага. Может, надо понизить частоту, понизили, ага, снизить потребление, хорошо, а еще понизить. Ну, а, уже ниже нельзя, ну, хорошо, остановимся на этом. И сразу можно смотреть, сколько он будет потреблять. Потому что в противном случае, как это делать? Мы компилируем и тестером измеряем, опять компилируем. А здесь можно в режиме симуляции быстренько все это сделать. То есть, вот такие вот вкладочки. Ну, вот, в общем, довольно простая программа в управлении. Вот, тут почему? Потому что вы управляете, по сути, ребята, здесь вот на каждую ножку, вы ставите все, что вам нужно, смотрите, какие здесь, значит, у вас будут блоки, там, задействованные, не задействованные. После этого вы просто жмете вот это вот. Значит, у нас что, как это называется? Компилирование этого, кстати, как они ее назвали? Это же не компилирование в чистом виде. Сейчас посмотрим. А, генерация. Генерация исходного кода. Это генератор исходного кода. Еще называют кубом x кодогенератором. То есть, он не компилирует бинарный код, он формирует код, генерирует код для каких-то там, для нас, в данном случае, для нас для чего? Для настройки начальной. То есть, кода здесь нет. Программа пустая, но все ножки будут настроены правильно. Значит, что здесь нужно? Выбираем ToolChain. Тут есть несколько сред разработки, которые он может для них сделать, этот кодогенератор. Значит, здесь у нас самое главное, IR 7, 8 это IR более поздний, а 7 IR это как раз тот, который здесь установлен. То есть, он колотый, нормальный, в принципе, для наших сдач его хватает. Вот там есть более IR более последний, 8, но там он очень тяжелый, там он изломанный. Короче, с ним очень вознемного, и вот эта вот связка работает нормально. Кроме того, есть среда MDK IRM, среда True Studio, среда SW4, вот, которые, вот, несколько средств, с которыми он может с ними работать. Выбираем этот 7, этот UART, UART IR. Значит, выбираем, что у нас LED 1, хорошо, называем этот LED 1, LED 1, и все, нажмем ОК. Значит, генерируется, проект LED 1 уже существует. А, не, подождите, подождите, подождите. А, 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 что я, почему LED 1? Ну, хорошо, давайте LED 2, и здесь LED 2. Толучает LED 2, LED 1, ага. Не понял я. Так, а он не удаляется, да? Хорошо, так, LED 2, сейчас посмотрим. Так, ОК, ОК. Вот, идет генерация кода. Чем хороша эта программа? Она знает о том, что у нас есть IR. И поэтому, если просто мы нажмем Open Folder, как здесь, то мы откроем просто дерево проекта, где будут все эти наши файлики. Там, сишные, заголовочные файлы, мэнси и тому подобное. Библиотеки все подключены, вот. Ну и что? А нам же нужно программировать, вот. Поэтому мы включаем Open Project, и оно запускает наш IR. И в IR все это вставляет. Вот в чем вся прелесть вот этого кода генератора. Так, ну вот. Господи, что там? А, понятно. Сейчас подождите. Значит, вот наконец-то у нас в IR появилось дерево нашего проекта. И что мы здесь ищем? Кто мне скажет, что вы ищете, ребята? Какой файл самый главный мы всегда ищем? Мэнси. Мэнси, да. Вот видите, у нас кококси красиво, мэнси было внизу. То есть, а здесь вот они спрятали его. Где он тут может быть? Мы ищем его здесь. Так, нету. Ищем здесь тоже нету. Драйвера. Так, ядро. Хал драйвер. Обратите внимание, здесь уже все делается на высокого уровня программирования на хале. Значит, мэнси тоже нету. Хорошо, ладно. Аппликайшн. Так, и юзер. О, в юзере есть мэнси. Ура. Видите? Включаем мэнси. И здесь вот этот вот шикарный файл создан автоматически нашей программой Кубомикс. Которая правильно инициализирует все ножки согласно нашей плате. Смотрим, что здесь написано. Значит, подключаются все наши, подобно в Кукуксе, наши вот эти библиотеки. Там, мэн. Аш, кстати, подключаются. USB даже есть. Ядро подключается. Сам контроллер подключается. Все. Затем у нас объявляются наборы неких переменных. Вот. Дальше у нас объявляются функции здесь. И потом эти функции, естественно, что должны выполняться? По одной. Так оно и есть. Значит, вот она функция HAL. Инициализируется библиотека HAL. Потом инициализируется, значит, функция системного тактирования. И дальше у нас что? Ножки инициализируются. Такая контрольная сумма. DMA. Работа с памятью. Работа с I2C. Работа с дисплеем, наконец-то. SPI. Таймер. И UART 1. Тоже инициализируется. Дальше у нас какие-то вот непонятно, что это такое. Какая-то OS. Якобы операционная система. И есть еще операционная система OS Kernel Start. Сердцевина старта некой операционной системы. Вот она нам сделает там потом подножку. Такую подлянку этой операционной системы. Вы увидите. И в конце у нас наш вайл. Куда мы должны вставить, собственно, наш код. Но раз мы хотим помидать лампочками, то мы здесь должны писать команды, как кококси, как помидать лампочками. Естественно, никаких примеров этих команд здесь нет. Их придется искать где? По заголовочным, по сишным файлам. Там в комментариях мы должны найти, как же нам эту лампочку включать. Понимаете? То есть этот куб BMX он только правильно проинциализировал. Ну давайте мы это дело что сделаем? Хотя бы вот откомпилируем и зашьем. Ну где же наш тут, как мы привыкли в Ардуино и в кококсе? Никаких нет кнопок этих. Оказывается, есть только одна кнопка, вот эта зеленая. Которая, что она делает? Она, оказывается, загружает код туда и сразу переходит в режим дебаггинга. Значит, нету здесь прошивки, как в Ардуино, нормально и дебаггинг отдельно. Здесь вы всегда попадаете в дебаггинг. И уже в дебаггинге вы либо по шагам ходите, либо запускаете там сразу на полную катушку. Вот такая странная логика. Ну профессионалы есть профессионалы. Они, видно, без дебаггинга не обходятся, поэтому они в дебаггинг ходят всегда. Программы сложные, поэтому, ну а смысл? Все равно вот так оно происходит. Ну давайте мы по шагам с вами пройдем. Значит, вот у нас over, step over. Поехали. Так, им пронесили землю хаул, пронесили детектирование. Поехали. Ножки, CRC, DMA, память, интерфейс F2C, дисплей, SPI. Все у нас хорошо. Так, попали сюда, попали сюда. И все. Значит, мы в этот OS входим и не выходим. А нам нужно куда дойти? Нам нужно до вайла дойти. Видите, до вайла мы уже все дойти не можем. Значит, давайте мы это OS kernel start, мы ее закомментируем. Не нужна нам эта операционная система. Жмем сюда крестик, вот. И этот OS kernel start мы с вами делаем вот так. Запускаем снова. И снова по шагам проверяем. Ну, по крайней мере, хотя бы работает. То есть он без ошибок уже. Так, поехали. Так, все нормально. Так, все нормально. О! И вот в этом вайле мы можем там себе толкаться на месте. Значит, здесь точка останова ставится, ребята. Один раз нажатием на кнопку. Вот, видите? Еще раз нажатие сняли. Причем здесь поставить не удастся. И здесь тоже, и здесь тоже. Только здесь. Здесь тоже. То есть на комментарии он не ставит вообще. Он может поставить вот здесь. Или вот здесь. Причем точка останова может быть много. Ну, поняли, да? Так. Вот так оно работает. Если мы хотим запустить вообще, чтобы она функционировала как обычно, мы жмем вот на эти три стрелочки, и происходит запуск по всем параметрам. Включаем нашу, значит, эту... И наблюдаем, что мы наблюдаем. Мы ничего не наблюдаем. Программа пустая. Она просто правильно пронициализировала. Экран белый. Ничего у нас не горит. На кнопки не реагирует. Понимаете, да? И теперь мы должны сделать такой смертельный номер. Мы должны найти, а где же нам найти коды для того, чтобы написать, мигать лампочками. Можно, конечно, попробовать взять из Кококса эти коды. Но это же не серьезно, правильно? Что мы должны запускать вторую среду оттуда, вытягивать эти команды, эти функции сюда вставлять. Ну, должна быть какая-то подсказка. То есть, по идее, как? Нужно зайти в HAL. То есть, найти документацию на HAL. Библиотеку для, значит, этого. Кстати, давайте зайдем, посмотрим. Вот. И там все должно быть. Как бы черно-по-белому написано. Давайте 429. Но не туда, а мы должны найти HAL или там, в общем, или SPL. Сейчас посмотрим, там есть такое. Вот видите, STN32, SPL, HAL. Вот. И мы должны найти 429. Вот он, STN32, F4, HAL и ALL драйвера. LL, low level, то есть низкого уровня драйвера. Это для типа SPL, а HAL это то, в чем мы сейчас и должны работать. Давайте посмотрим. Значит, сколько здесь у нас страничек. Ага, 1800 страниц всего лишь нормально. Вот. И мы туда, значит, найдем наши GPO. Так, ребята, сейчас GPO. В этом описании. Прерывание. И посмотрим, какие команды у нас есть для GPO. Так, это АЦП, драйвер для АЦП, значит, extension, CAN, так, основной драйвер, CRC, крипто, дальше у нас что, да, цифра аналога преобразовать, ну, где же наши GPO, DCMI, так, DMI, прямой доступ к памяти, так, DSI, я даже не знаю, что такое DSI. Так, HAL, ETH, какой-то внешний, флэш, так, где же наши GPO, так, DMI, вот он, GPO, так, и так, 403 страничка. И тут должны быть описаны, так, смотрим, 403 страничка, наши эти данные в этой книжечке. И, как использовать этот драйвер, так, О, и так, операции, функции, HAL, GPO, RADPIN и RADPIN, ну, вот, смотрите, есть, как раз нам RADPIN и нужно. Как нам этот RADPIN попасть? Эта секция какая? Это, так, функции, деинициализация, деинициализация, содержит следующее, ага, значит, секция EOOPERATION. Давайте посмотрим, теперь детальное описание, значит, сначала инициализация, потом, деинициализация, чтение пина, а вот запись пина, видите, вот она, вот так вот, HAL, GPO, может быть, они здесь примерчик нам дадут, ребята, дайте. Нету примерчика. Нету примерчика, но есть вот такое вот описание. Ну что, им тяжело было примерчика? Вот нету, понимаете? Ладно, хорошо, значит, здесь написано, что у нас. Вот как выглядит вся эта система, значит, нужно HAL, тер-тер-тер, и вот с этим, вот, ну, это, ну, даже взять, скопировать, это у нас сюда, ну, в общем, неудобно пользоваться эта книга, видите, к сожалению. Давайте с вами вернемся назад к нашему туда и посмотрим по коду. Значит, мы тоже должны здесь найти в драйверах, допустим, в драйверах, мы должны найти GPO. Смотрим, вот она, GPO-сишная, видите, библиотека. Значит, описание основных, так, ребята, вам видно эти буковки маленькие или нет? GPO-периферал-фьючерс. Или крупнее сделать? В принципе, видно. Давайте я крупнее сделаю, раз вы там, давайте 150. О, так получше, да? Так побольше? Вот, значит, здесь у нас что? GPO-периферал-фьючерс. Так, крутим дальше. Как использовать этот драйвер? Так, инициализация, да, инициализация. Это мы видели, там тоже есть. А нам нужно что? Нам нужно, где тут у нас это все это дело? Нам нужно... ИО-оперейшн-функшн, то есть операции ввода-вывода. Давайте посмотрим, где этот блок. Это конфигурация режима. Нам нужно ИО-оперейшн. Если оно здесь... Так, это инициация... Это мы до конкурентов, посмотришь, что не написали. Вот, ИО-оперейшн-функшн. Вот отсюда мы можем выдрать эти наши примеры для этой библиотеки. Значит, что у нас здесь есть? Чтение пина нам не нужно. Нам для лампочки нужна запись пина. И вот она, запись пина. Так, берем вот здесь вот, выдирается четко. Смотрите, вот я выдираю прямо всю эту... Значит, со всеми комментариями и вставляю в mainc. В mainc я вставляю в вайл прямо сюда. Теперь нам нужно правильно здесь все подставить. Значит, к коксе все уже было подставлено красиво. Здесь, ну, значит, слева, смотрите, это тип переменной. Слева. А здесь, собственно, само то, что писать. Тоже тип переменной. Что писать? Тоже тип переменной. Что писать? Значит, мы это все удаляем. Раз. Тип мы удаляем. 16-битный. Два. И pin state мы тоже gpu удаляем. Ну, теперь понятно, что нам нужно gpu... Какой порт там нам нужен? Кто мне скажет? Какой здесь порт? A, B, C, D, G. Да, все. Ставим здесь порт G. Вместо x маленького ставим G большое. Затем нужный gpu pin 13. Ну, вот, типа, вот так, да? А может быть, с почерком нужно? Фихим, а как pin state писать? Вот, неясно. Идем туда, и там, дай бог, дай бог, комментарии написано. Вот, смотрим, что здесь написано. Значит, gpu pin, gpu pin, вот он, gpu pin. Port bit, то есть, выбирается внутри порта bit, который мы должны записать. Этот параметр может быть один из gpu pin. Видите, написано gpu pin x. Причем, обратите внимание, если я напишу, вот как здесь написано, вот так вот, с почерком, да? Вот так вот с почерком, то оно там не сработает. Сейчас вы мне потом скажете, почему. Потом у нас pin state. Давайте посмотрим, как этот pin state. Вот pin state, тире, 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 вот он. Значит, pin set или reset. Ну, лампочку мы включим, и включить должны. Значит, ставим pin вот так вот, set. И ставим сюда. Да, значит, вместо вот этого pin state, оказывается, нужно совсем другие слова писать. GPO pin set. Так, ставим в конце точку, запятой. Ну, это у нас что? Эта лампочка у нас включает? Кто мне скажет? Включаю. А как написать, чтобы оно выключало? Pin reset. Да, правильно. Значит, здесь больше будет. Что? Pin reset. Пусть у нас пока без задержки, ребята, будет. Мы увидим, что вот без задержки, что у нас получится с лампочкой. Как вы думаете? Вот смотрите, она сейчас вообще... Она очень быстро будет. Да, она, вы видите, вообще сейчас не горит. Она будет очень быстро мигать. Мы не будем видеть это мигание, но мы будем видеть просто свечение. Но свечение мы будем видеть. Значит, мы увидим, что наш код работает. Ну, вы можете, типа, все правильно написали, да? Компилируем. Посмотрим, что у нас получится или нет. Ошибка. Pin 13 undefined. Её, наверное. Вроде верно. Заходим сюда. Ага. Видите, как здесь написано? Надо прям копировать прямо отсюда. А в чем разница? Можете мне подсказать? Вот видите, вот оно. В чем разница? Pin большими буквами. Ну, представляете? Вот такая вот подлянка. Как даже вообще, да? Вы уж тогда и здесь пишите все большими буквами. Так, 13 здесь тоже. Так, поехали. О, теперь оно поняло. Ну, так вот. Запускаем. Да, давайте пошагово посмотрим. Все у нас хорошо. Ого. А, это точка остановы. Я всегда поставил. Так, идем дальше. А, ну, влетело куда-то. Подождите, надо выйти. Вот. Я промахнулся. Я в функцию забежал. Так. И вот и у нас вайл. Тык, тык, тык. И все, он опять сначала. Все четко работает. Запускаем на полную катушку. И лампочка у нас теперь должна очень быстро мигать. Но это будет, видите, как она. Светится. Все, ребята, программа у нас заработала. Теперь же нам интересно, чтобы она у нас замигала, да? Значит, нам нужно что? Найти функцию delay. А где же нам ее найти? Ну, давайте попробуем найти в нашем, значит, документе. Значит, кстати, а куда она относится? К чему? Я вообще не знаю. Вот это же не, это же не GPO. Что это вообще такое? Давайте сюда напишем и пишу. Дэлай. Так, иди она. Так, поехали. Что-то она вообще не ищет, я не понял. А, не пошло. Во. Так, 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 так. Рема, не то. Идем дальше. О, хал дэлай. Видите как? То есть, есть такая функция почти как в Ардуино, только она через хал пишется. Давайте посмотрим ее описание. Так. Резет дэлай тоже не то. Тоже не то. Вот, хал дэлай. Эта функция имплементирует задержку в миллисекундах, когда вы используете системный таймер. Чудесно. Значит, нашли мы здесь эту функцию. Берем Ctrl-C и вставляем ее в наш код. Значит, после этого мы пишем такую вот вещь. Хал дэлай точку убираем, ставим точку запятой. И внутри, точно так же как в Ардуино, пишем нашу тысячу. Все, готово. Видите? То есть, да, конечно, есть свои минусы. Нужно или есть документацию иногда, или искать по этим делам. Но найти можно. И это уже, так это удобненько, я вам скажу. Почти как в Ардуино. И это с таким навороченным контроллером. Но это еще не все. Дальше же у нас... Так, поехали. Запускаем. Смотрим на камере, что мы получаем. Ну, все чудесно. Работает. Все как надо. Значит, теперь, что мы должны, ребята, с вами сделать? Мы теперь должны с вами... Мы теперь должны с вами... Мы теперь должны сделать то же самое для другой лампочки. Вот. Для этого мы что? Копируем этот код. Сюда ниже. Давайте разделим. Вот. И какой номер мы должны написать? Для другой нашей лампочки. 14. 14. Значит, 14-я ножка. 14-я ножка. Смотрим. 14-я ножка. Запускаем наш кюб. Наезжаем сюда крупно. И смотрим. ПЖ-14. Красная лампочка. Видите? Red LED. Чудесно. Чудесно. Все. Запускаем. Можно, конечно, на стоп нажать. А можно опять нажать вот так. И оно заново все нам сделает. Сорту наш дебаггинг. И мы запускаем сразу и смотрим, что у нас там получается. Значит, должна зажигаться, выключаться зеленая. После нее зажигаться, выключаться красная. Так и есть. Сначала зеленая тухнет. Потом красная тухнет. Все. Остальное время. Остальное не работает. Ну вот. Чудесно. У нас все, ребята, получилось. Итак, значит, работу первого лабораторного работы по 429-ому, значит, вы сделали. Значит, я с вас не требую, чтобы вы в лабе делали эту работу в Кукоксе. Это я вам просто показал, как вот мы переходим. Вы должны сделать это в Иаре. И вот таким вот образом, значит, используя кубом икс, потом кубом икса переводите туда. Там пишите, ищите вот эти все, значит, по книжке все эти в хале, в библиотеке описания, все эти, значит, волшебные строчки. Правильные, вставляете туда, все, ищите дэлэ, тоже вставляете, все это. Ну, конечно, вы можете не рассказывать, не показывать, как вы ищете, просто сказать, там, я, там, я такой-то, такой-то, значит, вот эту функцию. Где она тут у нас? Ой, это что такое? Это вообще пустая. У нас тут два получается. Вот. Значит, я вот эту вот функцию, где она у нас тут? Вот. Я ее нашел, значит, в описании хал-библиотеки, там, на сайте на гугл-диске. Значит, поменял, подставил эту функцию нужную нам ножку, там, пин-сет или пин-резет. Вот. Детали какие-то я нашел в описании хал-джи-пио. Ну, кстати, детали там есть, там это описание есть по этой ноге. Какая у нас там она была? 206-я, по-моему, да, эта страничка. Сейчас, подойди, посмотрим. Или какая, я уже забыл. Так. Дай, господи, да, что ж такое? Не, не, это где? Вот она. Дальше. Ты же здесь? Да. Она решила выйти. Здесь тоже это есть. То есть, здесь просто, почему мы оттуда вышли? Потому что, ребята, тяжело оттуда, ну, это все копировать. Сейчас мы посмотрим. Так, это у нас DAC. DMA2. 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 Значит, вот она эта функция, смотрите, вот WritePin. И дальше она написана подробнее, там все это есть. ПинStead. Вот она. Значит, WritePin, видите? Вот, но только и все эти ПинStead. И это тоже здесь описано. Кстати, вот видите, JPOPIN, Razor Pinset написан. JPOPINX тоже с большими буквами. Но вот эту вот сходную строчку, которая нам нужна, ее же нужно вот так и раньше копировали в прошлом году. Потом нужно из нее удалять все эти штуки, а в коде найти легче. Но в книге это все есть в один в один. То есть вы должны вот это вот, ребята, показать. Мы берем там из книги, из документации на библиотеку HAL, либо вот отсюда. Вот и вставляем сюда. Далай мы тоже ведем поиск по книге, потому что там 1800 страниц, там где-то Далай находится еще, по оглавлению нужно поискать. Вот находим, что вот это Далай такая, это миллисекунд, вставляем и дальше там, понимаете. То есть вот достаточно просто сказать словами. Все, у нас это заработало. Так, значит, вот эта вот лаба у нас закончена. Теперь мы следующая лаба, это работа с экраном. У нас еще есть почти полчаса времени, вот, чтобы вам, ребята, почему я как бы немножко я мог закончить на этом, но лучше я вам скажу, чтобы у нас больше времени осталось для этого курсового. Значит, мы это дело выключаем, и получается что? Что кубом X нам поможет в программировании дисплея? Скажите, вот, пожалуйста, такой вопрос. Или нет? Есть ли здесь какая-то функция, чтобы наш дисплей как-то программировать? Нету ничего. Он только инициализирует все ножки для дисплея. Но программа, которая позволяет на дисплее рисовать фигуры, он не дает ее. Понимаете, в чем дело? Значит, нам нужно найти какой-то пример, который это дело рисует. И вот такой пример есть. Фирма ST выпускает этот пример на сайте на 429-м контроллере. Можно найти, значит, для него всякие там приложухи, аппликухи, аппликашн. Вот и в этих аппликашн есть работа с этим дисплеем. Но нужно еще догадаться, какое. Значит, прямо здесь заходим сюда. Заходим в проводник. Вот он, диск D. И в папка SKS, ребята, здесь есть как раз... Вот она, эта библиотека. Правда, ее испортили. Там уже записали в нее что-то свое. Значит, называется библиотека STM 429 Discovery Firmware. То есть, фирменная прошивка, фирменное вооружение. Версия 1.0.1. Что здесь есть? Тут есть библиотеки в чистом виде. Для хоста, для... Здесь есть стандартная периферийная библиотека, тоже, на которой мы программировали. Не обязательно нахал. И она тоже есть. Есть библиотека для ядра. Вот она здесь, документация. Все, все, все есть. Значит, ядро, General RTOS, операционная система в реальном масштабе времени, которое я потом по лекции расскажу. Все далее. Вот. Что здесь еще? Какие-то утилиты здесь есть еще. Третьих лиц, там, утилиты для, значит, для нашей доски, для работы с SSD, еще там чего-то. Ну, в общем, не будем этого касаться. Нам нет времени этим разбираться. Нам вот интересно проект. Вот. В этом проекте есть Master Workspace. То есть, общий, значит, такой проект, который содержит все примеры. Вот. Ну, там, в общем, ну, не очень удобно с ним работать, потому что там сразу все навалено, и там в нем разбираться. Есть некая демонстрация, но на ребята не запускаются, потому что не хватает памяти, скажем так, этот IR, он там режет где-то эту память. Поэтому, а демонстрация в чем состоит? Она там показывает на дисплее такую картинку, там, ну, короче, мультик такой. Ну, не мультик, а видео. Значит, видеоролик такой небольшой. То есть, он способен, этот микроконтроллер, на дисплей тянуть даже ролик. Конечно, он там, ну, не идеально, там немножко он там, чуть-чуть есть слайдшоу заметно, там он немножко подтормаживает, но, в принципе, очень-очень неплохо, я вам скажу. Значит, демонстрация нам не нужна, а нам что нужно? Нам нужно идти пример, где мы могли писать буквы и рисовать разные фигуры. Значит, это у нас примеры периферии, внутренней периферии. Тут есть, мы видим, ACP, ЦАП, есть у нас примеры для флэша и есть у нас О. Значит, у нас есть LTDC, анимационная картинка с USB. Ну, и что нам это дать? Значит, что это делать? Это пример, который позволяет нам подключить USB-флэшку к нашему, к этой плате, можно подключить USB-флэшку, она будет работать как хост, она будет читать все файлы, что там есть, они не должны быть в папках, а прямо в корне, и эти картинки с флэшки читать и показывать на экране. Ну, нам это не нужно, нам нужно рисовать фигуры и тексты, чтобы уметь работать с экраном. Нам это не подходит. Есть какая-то там цветные, значит, эти самые стрелочки, ну, давайте эти четыре, эти цветные стрелочки посмотрим, что это такое. Значит, мы этот наш, закроем то, что мы делали, вот, и давайте эти Color Cane запустим. Во-первых, как это делать? Значит, смотрите, тут есть примеры для трех сред. Нет, EWARM это ER, это еще нужно догадаться, что это ER. Потом у нас есть другая среда MDK ARM и среда из TrueStudio. Вот, но фирменная среда это ER, заходим и берем, запускаем файл проекта. Естественно, файл проекта запускает наш ER, ничего делать не надо, мы просто его запускаем и смотрим, что он такой вообще, что он делает, вот, что там можно делать. Если там буквы, если там какие-то разные фигуры или нет. Вот, давайте посмотрим, что этот проект нам показывает. Значит, включаем мы нашу камеру и смотрим, на экране появились такие стрелочки. И что эти стрелочки? Значит, этот дисплей, тачскрин, может быть, пальчиком, если нажимать на эти стрелки, что-то поменяется. Или на синюю кнопку что-то поменяется. Сейчас я подойду, это в другой комнате, ребята, меня не будет слышно, но вы увидите. Я буду делать и то, и то, и посмотрим, как программа это работает. Так, ну вы видели. Программа работает с синей кнопкой и меняет эту черную стрелочку по кругу. Ну и что? То есть, нам пример этот нож никак, понимаете? Просто никак. Следующий пример. Закрываем, смотрим. А, ну да, конечно, надо корректно это сделать. Выключаем, закрываем. Значит, там еще у нас есть LTC, который показывает два уровня. Значит, зачем нужны два уровня, ребята? Тоже его называем. Вот он, проект. Значит, на дисплеях очень часто нужно сделать так, чтобы некий какой-то герой или какой-то объект перемещался по какому-то пейзажу. Если у нас нет двух уровней аппаратных, то у нас получается так. У нас один уровень, мы рисуем этого человечка, который в игре, допустим, который ходит. Вот он сместился вправо, он перетер эти пиксели, которые он сместился вправо, на свои. А слева некоторые пиксели обнажились. И они, по идее, должны быть черными или белыми. И нужно их закрашивать этим вот фоном, который там должен быть. Либо обновляем мы весь фон сразу, это занимает много времени. Либо кусочек, но тогда этот кусочек нужно понимать какой очень умной должна быть программа. Здесь в этом дисплее, чем он хорош, что в нем реально есть два слоя, раздельных. Можно на один слой положить пейзаж, а второй слой по нему перемещать человечка. Все будет красиво. То есть не нужно мучиться с этой программой, реализована уже готовая аппарат. Поехали, смотрим, что эта программа делает. Запускаем ее. Смотрим, что она и подходит ли она нам. Ну вот видите, такая вот красивая, такая вот заставочка рекламненькая такая. Вот эти два слоя. Вот один выше, другой ниже, видно там. Даже буквы какие-то написаны. Но понятно, что это рисунок, что это явно не буквы. Может быть это augmented, может быть это и буквы. Но здесь нет наших графических примитивов. То есть, к сожалению, этот пример нам тоже не подходит. Ну и получается что? Мы что, остались у разбитого корыта что ли? Где же наш пример? Ну черт побери, должен быть пример, который на дисплее показывает, как на нем писать буквы и рисовать фигурки. Оказывается, ребята, он все-таки есть. Но он скрыт, этот пример. Он скрыт в таком интересном папочке, где ничего не написано про дисплей. Называется он TouchPanel. Вот, вроде бы этот пример работает с TouchPanel. И мне кажется, что в нем внутри, кроме TouchPanel, там еще как раз есть пример, который рисует, значит, буковки. И который рисует там циферки. И квадратики всякие цветные. И не только. И в нем есть эта библиотека, которая рисует все эти вещи. Значит, тут, к сожалению, наши студенты уже тут его испоганили, вот это дело. Но я вам покажу, ладно, в общем. Они там уже написали. Но это с прошлого курса. То есть нужно всегда оставлять вот этот исходный фирменный, значит, этот проект. Не надо вот прямо в нем работать. Вы его берите, просто перепишите в другое место и работайте с ним. Ну, исходный оставьте его, пожалуйста. Для своих же потом коллег. Значит, если я его запущу, вот, то я здесь увижу как бы то, что нам нужно. Запускаем. Вот оно, оказывается, что оно пишет. Вот это студент, значит, он написал такой заголовок. Видите, он тут разные там такие вот, типа бревен нарисовал. То есть подобрал, вот свет коричневый там, видите, темнее, светлее. Ну, короче, человек вот реально вот заморочился. Красиво. Это, по идее, динамит. Динамит? Ну, да, тротил, написано TNT. Ага, вот видите как. А я вот не знал. Спасибо, вы меня просветили. Динамит, да-да-да, похоже на эти динамитные шашки. Даже надо вот это... Да, это элемент из одной игры. Ага, вот оно что. Вот, а я думаю, откуда это... Я же не играю, я же не знаю. Вот, ну, здесь нам, ребята, что интересно? Что для нас ценно? Здесь есть пример, как писать буквы. И как рисовать вот эти вот все дрова, понимаете? Человек-то здесь не рисовал как в пэнте, а он рисовал кодом, понимаете? Значит, как он рисовал кодом? Смотрите. Он вот, вот видите, каждую вот дро, фул, ректангл. Он рисовал прямоугольниками, зарисованный фул, заполненными и прорисованными. Значит, он рисовал от координаты каждое кусочек дровеняки. Вот этот, видите, кусочек одного прямоугольника. Потом чуть темнее другого, потом чуть темнее следующего, понимаете? То есть нужно было разбить на куски. Он сделал почти объемными эти, видите, вот эти дрова или этот динамит. То есть молодец, конечно. И он подбирал цвета, смотрите, какие он делал цвета. Он где-то там вычислял их, B9, C2, и менял этот коричневый цвет. Обратите внимание, как аккуратно все это он делал. Раз, два, три, четыре. Четыре эти дровеняки, вот они есть. Раз, два, три и четвертая там тоненькая какая-то, самая темная. То есть он даже менял их ширину. А хотя вот здесь вот, смотрите, здесь три, а здесь точно четыре. Раз, два, три, четыре, видите? То есть человек очень старался. Вот он TNT Body, то есть он тело, вот этого, значит, рисовал тело, как этого, тротило, да? Потом он отдельно сделал лейбл background. А, это он сделал background для лейба. Вот это лейба, вот этот вот background голубой он сделал. А потом он сверху на голубой написал букву T, видите, как он T написал, с помощью тоже набора штрехугольников. Потом он написал N. То есть он, по сути, рисовал буквы не как буквы в виде шрифта, а в виде рисовал буквы, как вот набор таких картинок, понимаете? Ну, тоже хорошо. Значит, ну вот видите, вот смотрите, что рисовали предшественники ваши. Смотрите, вот Зенникова Олесия. Вот она из прямоугольников домик нарисовала. Допустим, там вот такой вот, а что это она, подождите? Ага. Вот, а вот, допустим, Волошина и Добровольска. Две девочки, видите, нарисовали ночью, домик ночью. То есть треугольник заполнен, прямоугольник, вот. А нам нужно еще, давайте мы сейчас последнее, что останется, и мы закончим. Нам нужно рисовать настоящими буквами. Как это сделать? Здесь есть такой пример. Значит, ниже написано вот такое, видите? Вот мы можем взять, здесь первая строчка. Указы очищают дисплей полностью. Нам не нужно очищать. Нам нужно поверх нашего ТНТ написать что-то свое. Мы берем, значит, цвет черный, допустим, черный цвет букв, и пишем на нем в шестой строке, что такое, line 6. Это значит, сверху дисплея, вот это первая линия, потом вторая, потом третья, четвертая, где-то примерно посередине будет line 6. И мы напишем какое-то слово. Вот, давайте мы с вами это сделаем. Вот, берем это, копируем. И после наших всех дров, после них, потому что если до, то он потом дровами зарисует то, что я написал. Понимаете? Поверх него и все. Значит, нужно после них вставить нашу, значит, вот эту вот, наш текст. Только не и, о, е, но такие. Мы напишем что-то другое. Давайте мы там напишем, там, привет. Пишу, пр и привет. Вот. И оно напишет в шестой строке черными буквами наш привет. Значит, опять мы запрограммируем. Вот. И вот этот пример, он, я потом его, опа. Error while c-компиллер. А чего это оно не компилирует? Значит, значит, что, значит, у нас что-то здесь еще. Уже этот код битый, ребята. LCD draw. F. А. Так. Draw rectangle, буквочка F лишняя появилась. Случайно. Убираем ее. То есть, он можно исправить. Ну-ка. А, full. Господи, где он? Full. Full. Draw. А здесь большая буква D. Draw rectangle. Вот. Так. Вот нужно. Вот так. Draw full rectangle. Ну-то посмотри. То есть, или он это намеренно сделал, или случайно. Поехали. Вот. Теперь у нас все хорошо. Так. Запускаем наше дело. И мы теперь должны увидеть. Видите, вот наш привет, он написан. Можно изменить цвет привета. Давайте еще две секунды у нас есть. И давайте изменим. Так. Напишем здесь наш привет. Там, где тут у нас в конце наш привет. Вот он. Не black, а напишем там red, допустим, красный. Поехали. Сначала опять компилируем все. И я вам еще должен два слова сказать, что там до того как. Так. Все, да? Play. Включаем. Вот он у нас, видите, красного цвета. Так, ясно вам, да? Пару слов, ребята, о структуре программы. Структура программы такова, что здесь у нас в начале идет сразу while. Видите, и в этом бесконечном while что делать? Здесь бесконечно опрашивается наш touchscreen. Но он нам не нужен. Во-первых, никто не прикоснется дистанционно. То есть вы в этом вале. Touchscreen как работает? Весь экран разбивается в шахматном порядке на такие площадки с координатами. Видите? Y 280, Y от 280 до 250. Вот. И 5, 40, то есть меняется. По X, видите, 5. То есть он на такие вот квадратики. Значит, сначала Y вот отсюда, а X меняется. Видите? Значит, X 5, 35. Потом 40, 70. Потом 75, 105. И вот разбивается по тем квадратам. И смотря, и он чувствует, как вы нажали. То есть нам этот touchscreen, вы можете для экономии кода просто все это убрать. Else if. Так. Ну вот я так понимаю, что вот это вот все можно оброгнуть. Вот while состояние, значит, нашего убрать это все. Так. Это к чему? К этому относится. А это к этому относится. Else. К этому. Это к чему относится? Ага, оно не показывает. Ну ладно, давайте посмотрим. Не убрал я лишнюю скобку сейчас. Не вылетит какая-либо какая-то ошибка. А, оно понятно. Inters все понятно. Значит, получается вот это. Это с чем? Это с этим. Это должна быть... While... Это вообще убрать, наверное. Вот так, наверное, будет. Это с этим. Это с чем? Это с этим. Это с его. Давайте посмотрим. А, ну да. Else нам не нужно. Else вообще не надо. Так. И for нам не нужно. То есть здесь просто... А, весь весь очищается. Else нам не надо. Вот так. Так. У нас получается это. А это к чему? Это к while. А это к общему. Все, поехали. Смотрим. В real dpsta не задекларировал. Ну и бог с ним, что не задекларировал. Смотрим, что-то у нас поменялось или нет. А, видите. Значит, все-таки там где-то, где-то оно там применяется. Ну ладно, разберемся. Ну, в общем, идеи вы поняли, что я тут, конечно, убрал некорректно. Вот. Я тогда, ребята, вас не буду задерживать. Значит, что нужно попытаться уже вторую лабораторную работу? Написать просто текст на экране. Просто набор какого-то текста. И какие-то там, не знаю, какие-то прямоугольнички нарисовать. Значит, где брать эти прямоугольнички? Это давайте я вам... Знаете, сейчас я подумаю. Значит, тогда знаете что? Наверное, вот можете попробовать написать текст, только не удаляйте свою эту работу. Вот я там подготовлю этот, оставлю один на год. Значит, как оно будет? Оно будет таким образом. Значит, где все это правильно будет указано. Что это такое? Сейчас, подождите. Это тоже нет. Значит, у нас есть 800, этот самый R-DISKF. У нас есть SKS. И у нас есть, видите, Discovery, студенты... Нет, это тоже не то. А куда же? Вот. Фирмвэ. И они фирмвэ, видите, все писали вот эти... Свои все вот эти вот дела. Значит, давайте я здесь сделаю папочку, где вот эта фирмвэ чистенькая от фирмы. Вот. И сделаю папочку, куда вы будете складывать, переписывать это фирмвэ и писать свои задания. Хорошо? Чтобы у вас все это работало. Я это напишу, как это делать в этом самом... В группе в Телеграме. Вот. Подготовлю все. И вы можете заходить и это делать. Значит, помигать лампочками можно и без этого фирмвэ. Вы видели, как это делается. А уже работать с дисплеем, без фирмвэ обойтись невозможно. Вот. Поэтому я вам подготовлю, чтобы у вас все было красиво, без ошибок. Чтобы вы могли там создавать свою папочку, в нее переписывать этот фирмвэ чистый и переделывать его под себя. Так, как вы хотите сделать. Значит, что там нужно сделать? Там нужно нарисовать что угодно. Домик, кошечку, автомобиль. В общем, там примеров много. Там надо найти эти все фотографии. Я делал этих студентов и показать на ваш счет. То есть там должен быть что? Линия, треугольник, прямоугольник, кружочек. То есть все варианты вот этих вот графических примитивов. И какой-то текст. Текст может быть простой. Ваша фамилия на английском языке. Русский буквы он не понимает. Там нет знака генератора русских букв. Вот. И группу. Все. Вот эта фотография. Это готова вторая лаба с неподвижной картинкой. Но дело вот в чем, ребята. Я вам сейчас не рассказал, как, где искать эти графические примитивы. Где искать эти, значит, все эти функции, которые рисуют эти эллипсы. Понимаете? Вот. Получается, что вот это вот все эти команды, которые рисуют эти фигуры. Их может не быть в хале. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что хал может на дисплее нарисовать только точку. А сверху над халами еще стоит драйвер. Который позволяет, более высокого уровня, который позволяет из точек нарисовать этот треугольник. Кстати, ради интереса. Давайте посмотрим, есть или нет. Вот я выйду туда наверх. GPO. И там, если там драйвер LTDC. Так. И 2C, и 2C. Так. Ну, уже время. Все. Я его задерживаю. Даже есть и RDA. Даже инфракрасный порт управления. Вот. LP Team. Вот. LTDC Generic Driver. Значит, Layer Firmware Driver Api Description. Вот, наверное, здесь это есть. Инициализация. Ио. А, и все. Расширение есть. Периферал State. Должны быть драйвера. Так. Card Bus. А, нет. Нет, ребята. Здесь нет. В хале нет описания. То есть, должно быть описание библиотеки, которая рисует эти, значит, фигурки. То есть, давайте на следующем занятии я вам это подробнее расскажу. Пока просто помигайте лампочками. Можете попробовать что-то написать, какие-то тексты. Найдете сами. Хорошо. Нет, ничего страшного. Вторую лабораторную работу я вам дорасскажу на следующем занятии. Вот. А потом у нас останется анимация, и все. Значит, на втором модуле нас три лабораторных работы, и дальше курсовой проект. Курсовой проект простой. Анимация с двумя лампочками, и все. И вы предмет сдали. Так, слушаю ваши вопросы. Нет вопросов. Нет вопросов. Хорошо, ребята. Спасибо, что вы на пятую пару пришли. Досидели до конца, все выслушали. Все. До свидания. Не держу вас. До свидания.